Юные гении криминала, изготовившие фальшивых денег на 1 миллиард рублей, выслушали приговор суда. Молодые люди из Кстова делали фальшивые рубли высочайшего качества, их принимали в магазинах и даже некоторые банкоматы подделку не распознавали. Эти фальшивки расходились по всей России, изготовители продавали их примерно за треть от номинала. Вся группа фальшивомонетчиков была глубоко законспирированной, общались они между собой в Даркнете, знали друг друга только по никам, реализации и передачи фальшивок через закладки. Разрабатывали эту группу полицейские из Нижнего Новгорода, Татарстана и Москвы. Когда судебный процесс только начинался, молодые люди вели себя достаточно беззаботно, почти все время улыбались, и вот пришло время вынесения приговора. Молодые люди, чего ждете от приговора? Есть какие-то ожидания? Прошлую нашу встречу вы довольно весело себя вели, а сегодня как-то пришло к вам осознание того, что вы совершили? Что это серьезное преступление, за которое вам теперь грозит наказание? Теперь вы это понимаете или так же есть вы относитесь к этому? Вот вы лично чего ждете от свадочных приговоров? Вы осознали свою внуку? Вы отвечали за сбыт? Я ничего не хотела сказать. Вот, ну, молодая девушка, как вообще вы оказались в такой преступной схеме? Должны ждать какие-то причины? Нет. Вы раскаиваетесь, что совершили это? Вы довольно умные, молодые, талантливые люди, ведь это не просто то, что вы сделали. Вот неужели вам свою одаренность нельзя было направить во что-то другое, в какое-то правовое русло? И в прошлый раз вы не дали какого-то комментария по поводу суммы. Но это раз тоже не дадим. Почему? Ну, зачем вам это надо было? Так получилось. Что сейчас чувствуете? Раскаяние. Им вменяется изготовление подельно-банковских билетов, как по месту работы Ефимова в съемной квартире. Бывали они через курьерскую службу СДЭК, через магазин на сайте. Маскируя их под книжные закладки, вставляли вырезки из журналов, для того, чтобы не было видно сотруднику курьерской службы о том, что конкретно отправляется. Вы можете про своих детей сказать, почему они те или иные шалости делают? Вы считаете, что это шалость? Нет, это не шалость. Ну, просто вы такие вопросы задаете, девушка. Кто на них может ответить? Знали, чем занимается ваш сын? Ну, конечно же, нет. Как узнали? Я бы выдержалась от комментариев. Всего доброго. Суд приговорил. Ефимова Олега Владимировича признать виновным, окончательно назначить Ефимову Олегу Владимировичу к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком 6 лет. Скворцова Андрея Владимировича признать виновным, назначить Скворцова Андрею Владимировичу к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Аферова Ивана Алексеевича признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 4 года. Арисову Антону Дмитриевичу признать виновным в совершении преступления. Окончательно назначить Арисову Антону Дмитриевичу наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Исаеву Юлию Ивревну признать виновным в совершении преступления. Окончательно назначить Исаевой Юлию Ивревне к отбытию наказания в виде лишения свободы сроком на 9 лет. Справедливое решение вынесут? Как вы считаете? Можно я оставлю без комментариев? Давайте без комментариев. Кстати, Юлии Исаевой самый большой срок дали не потому, что она была главной группе фальшивых монетчиков Потому что у нее уже было две судимости Это третья в 26 лет И кроме распространения фальшивых денег У нее также есть эпизод попытки распространения наркотиков в больших объемах через закладки